коллеги добрый день рад что вы теперь видите нас не только очно но и на экранах ваших мониторов как уже миша сказал у нас сегодня необычный вебинар вебинар посвященный нестандартному инструменту про который мало кто говорит значит этот инструмент называется сарафанное радио или сарафанный маркетинг значит этот инструмент очень сильно недооценивают он сильно недооценен в силу разных причин потому что многие просто не знают как им управлять как его использовать правильно некоторые его боятся опасаются отрицательного эффекта от этого инструмента некоторые просто про него не знает между тем я могу вам сказать что в наших сервисах наших продуктах которые мы делаем у нас наблюдается следующий эффект что у нас чуть ли не там половина если не больше клиентов это как раз те клиенты которые пришли при помощи сарафанного радио этот инструмент поддается управлению я сегодня проект как раз и буду рассказывать ну давайте приступим для начала правила сарафанного маркетинга вводная теория всего один слайдик придумал эти правила не я не есть в разных там бизнес книжках умных я их просто перечислю для того чтобы у вас было общее понимание в чем заключается суть этого инструмента значит первое самое важное правило у вас обязательно должен быть сильный интересный продукт в идеале лучший продукт на рынке без сильного продукта вы не получите эффект от сарафанного радио если у вас будет слабый продукт то может быть даже отрицательный эффект то есть сарафанное радио заработают но в отрицательную вы получите не тот эффект который ждете будет отрицательный эффект примеров из жизни мы много знаем значит второй важный момент здесь я вам не рекомендую обманывать ваших потенциальных клиентов то есть если сравнивать сарафанный маркетинг к примеру с партизанским маркетингом то этих двух инструментов вообще нет ничего общего случае с той же партизанщиной мы скорее манипулируем со своей аудитории заигрываем пишем какие-то себе заказные отзывы и так далее случае с сарафанным радио если вас хоть раз поймали на врагах то вы потом просто не отмоетесь и инструмент перестанет просто для вас закрытым и перестанут доверять то есть ни в коем случае не врать третий момент один из самых важных это поиск тех людей которые будут разносить по так как сказать по сообществу по рынку информацию о вашем бизнесе бренде продукте услуги неважно о чем то есть ораторами чаще всего бывают ваши довольные клиенты то есть если вы кого-то качественно обслужили то этот человек обязательно потом порекомендует ваш товар или услугу своим друзьям вы сами в свою очередь часто являетесь ораторами когда пытаетесь своим там знакомым друзьям и родственникам рекомендовать что-то но ораторами могут быть не только довольные клиенты это могут быть например ваши сотрудники то есть если они думают что они работают в компании мечты а есть такие компании то сами сотрудники ходят по рынку и с флагами там я не знаю сектантов кричат потом что у них самая лучшая компания в мире делает самый лучший продукт и так далее ну примером может служить компания google вот это могут быть журналисты то есть если вы правильно работаете с этой целевой группы они тоже могут стать вашими ораторами и разносить информацию про вас четвертый момент не менее важный если у вас нет повода вы не придумали повод такой повод чтобы про вас говорили то сарафанной радио она просто не заработает то есть повод он чаще всего лежит на поверхность он может быть каким-то совершенно примитивным банальным и с виду не он не будет казаться вам что это вот как раз инструмент для обсуждения то есть может быть что угодно какая-то там я не знаю халявная услуга какая-то глупость с вашей стороны какая-то развлекуха что вы как-то там развлекли свою аудиторию странности например вот нас часто мы даем повод для разговора когда про нас говорят о я зачем они там телеканал свой делают или зачем они обучающие семинары проводят этот вот как раз вот тот способ дать повод поговорить людям далее повод дальше следующее следующий шаг надо применять инструментарий для увеличения эффекта этого сарафанного радио собственно весь вебинар сегодняшний у меня как раз про эти самые инструменты то есть я про практику буду стараться рассказывать и последний два точнее важных приема первое это анализ то есть вы должны увидеть эффект от это в сети его несложно отследить например поиском по блогам по простым поисковиком и после того как вы увидите в этот эффект вы должны сделать пожалуй самую важную вещь вступить в диалог с вашей аудиторией то есть не пытаться отмалчиваться заходить к ним и начинать с ними дискуссию вот это важно многие про это забывают ну начнем собственно первый классический инструмент сарафанного радио это наш любимый вот лайк или кнопочка мне нравится про который сейчас трубят вот везде где только можно вы к ней уже наверно привыкли часто нажимаете эту кнопочку в сети вроде с виду простой инструмент но там есть тонкости детальки про которые сейчас попытаюсь рассказать вот смотрите первый важный момент вот вы должны задать себе вопрос а что должен лайкать ваш потенциальный оратор ваш сайт или страницу вашу в социальной сети большая часть наверное слушатели вебинара скажут ну конечно же сайт на самом деле не всегда так то есть например вот на следующем слайде я как раз буду показывать пример когда лайк страницы в разы правильнее чем лайк сайта почему потому что когда человек лайкает вашу страницу в социальной сети он автоматически подписывается на все новости вашего бренда это важно то есть потом его можно догонять и сообщать ему что-то новое еще один момент куда лайкать здесь я вам расскажу историю на примере нашего сервиса сетапру сервис по созданию и раскрутки сайтов значит у нас есть вот эти вот соц кнопочки в подвале они сейчас расположены и там я как я его называю могильник из этих социальных кнопок несколько штук там у нас и вконтакте мне нравится и facebook и twitter и google плюс и все на свете то есть такая портянка кнопок сейчас я пришел к выводу что такой способ размещения вот этих вот кнопок он ошибочный в силу следующих причин наша целевая аудитория целевая аудитория сетапру она вот я пришел к выводу она не сидит в фейсбуке практически не сидит и она не сидит в твиттере и уж тем более не сидит в google плюсе то есть это бесполезные для нас соцсети значит наша целевая аудитория это кто микро бизнесмены какие-то там представители малого бизнеса чаще всего где они находятся они находятся в социальной сети вконтакте в одноклассниках но может быть в моем мире это за редким исключением соответственно по большому счету мне нужен нужна всего одна кнопка от вконтакте с другой стороны если например взять вот телеканал seopult.tv то там как раз вся целевая аудитория она сидит только в фейсбуке и в первую очередь надо использовать виджет фейсбука мне нравится еще один момент механизм лайка значит вот в разных социальных сетях кнопочка мне нравится она устроена по-разному например вконтакте есть несколько типов виджетов одна один из них называется рассказать а второй мне нравится так вот значит кнопочка мне нравится во вконтакте работает странным образом то есть если просто человек нажимает мне нравится во вконтакте то об этом не узнают все его друзья то есть он дополнительно должен птичку поставить рассказать своим друзьям и в противном случае они просто не узнает о том что мне или вам что-то понравилось при этом виджет рассказать он как раз заставляет меня как оратора поделиться со своими друзьями при этом я заметил такой эффект что на кнопку мне нравится у нее более побуждающий стимул нажать на нее чем у кнопки рассказать соответственно что мне делать я вот сижу и понимаю что вроде два инструмента мне приходится оба этих инструмента использовать чтобы нажимали на рассказать и на мне нравится четвертый момент важный это место размещения лайка опять же вот и сейчас у нас носит а про вот этот могильник кнопок и я ставил эксперименты как только я вот эту кнопочку мне нравится одну самую важную для меня располагаю где-то в самом верху у меня количество ораторов увеличивается ну я не знаю вдвое и это важно то есть где-то в подвале размещать наверное это не работает надо стараться где-то на заметном месте ну и последний важный момент это текст лайка каким сообщением мы рекомендуем мы как оратор сервис продукт услугу своим друзьям то есть многие ограничиваются и делают какой-то сделают виджет таким чтобы на стену уходил уходила надпись какая-то там рекламного характера про там создание сайтов мы пришли к выводу что правильно правильно будет кричать при помощи этой надписи например когда вы нажимаете кнопку мне нравится на сервисе сета про надпись на стену уходит и все мои друзья видят следующую надпись халява восклицательный знак создай раскрути свой сайт бесплатно еще один восклицательный знак то есть понимаете даже такая надпись кричит если мы просто написали там создание сайтов или конструктор сайтов то это бы просто не сработало вот следующий момент который я хотел рассказать это как раз производная от лайков это так называемый я его называю захват аккаунта в социальных сетях расскажу что это такое наиболее яркий пример если вы сейчас зайдете на сайт издательства манна ванов фербер то вы там как раз увидите этот прием значит издательство манна ванов фербер выпускает бизнес-книги бизнес-литературу деловую книги достаточно качественно я например их очень люблю то есть чуть ли не каждая третья четвертая книжка не достойно моего внимания и внимания моих друзей соответственно когда первый раз попал на сайт издательства манна ванов фербер у меня во весь экран появилось такое вот изображение не знаю плашка назовите как хотите то есть затемнялся экран и мне предлагали нажать кнопку нравится ли мне издательство манна ванов фербер я конечно же нажимал кнопку мне нравится и автоматически автоматически подписывался на все новости этого издательства этот интересный момент такой что я вам как автор книг бизнес книг могу сказать что средний тираж стартовый тираж бизнес-книги он не превышает 5000 экземпляров редко когда превышает потому что издательство подстраховывается не художественная литература бизнес-литературу меньшей степени читает соответственно вот представьте себе на вот эту вот страницу манна ванов фербер подписано 16 тысяч человек выходит книжка какая-то тиражом 5000 экземпляров все эти люди получают анонс на свою стену от издательства о том что у них вышла новая книжка издательству этот прием обходится в ноль рублей в ничто ноль рублей книжку тоже моментально первый тираж сметает с полок тут же начинает писать отзывы тут же она стоп попадает в топ продаж того же озона и все и дальше цепная реакция пошла книга автоматом становится успешным то есть результат тираж раскуплен то что и нужно значит еще один интересный прием мне он больше нравится потому что работает на самом деле прием гораздо лучше чем мы захват аккаунта в социальной сети это захват электронной почты я здесь снова на примере хочу рассказать значит есть у меня знакомый коллега по рынку зовут его дима код он является руководителем копирайтингового агентства мастер текст продает соответственно он услуги копирайтинга то есть услуги по созданию продающих текстов для вашего сайта у него задача следующая подписать людей на рассылку на свою почтовую раз рассылку информационную при этом цель у него такая это постоянно напоминать о себе то есть что здесь имеется в виду мы сами тоже вот и все о пульте и в сетапе вообще во всех наших продуктах мы используем почтовые рассылки с большой базой подписчиков задача у нас такая мы должны дать людям какую-то полезную информацию без рекламы ни в коем случае не должно быть никакой рекламы то есть дать какой-то пищу для ума и взамен как бы напоминать о себе я вам как автор рассылок могу сказать что подавляющее число вот этих подписчиков они в эти тексты вообще не вчитываются то есть просто не читает смотрит а ну здорово пришел какая-то интересная статья ну открыл быстро пробежал глазами в лучшем случае удалил это письмо но тут эффект какой я каждый раз каждую неделю как бы прикасаюсь ко всей своей армии зарегистрированных пользователей то есть говорю ты помнишь меня ты точно помнишь меня ты не забыл меня и так каждую неделю естественно у меня в голове забиваются гвозди поскольку я тоже читаю вот эти вот рассылки от того же дима кота значит что он делает когда вы заходите на главную страницу внизу появляется всплывающий элемент хотите ли вы получать практические советы по улучшению текстов ну конечно хочу интересно мне это я даю свой живой почтовый электронный адрес потому что ну действительно хочу получать подписываюсь и все дмитрий начинает меня бомбить там каждую неделю или раз в месяц неважно своими сообщениями в тот момент когда мне моим друзьям знакомым коллегам или еще кому-то понадобятся вот эти вот услуги продающих текстов у меня в голове всплывает единственный образ вот дмитрий кот и все я другого просто не знаю человека при этом я я даже ни разу не был клиентом этого дмитрия кота но при этом всячески его всегда рекомендую только за счет того что он вот этими маленькими гвоздиками постоянно напоминает о себе то есть прием действительно сильный рекомендую его использовать еще один способ сарафанного радио это так называемые магниты то есть магниты дают вам возможность резко увеличить базу подписчиков в вашей рассылке то есть она будет расти не линейно вот прям чуть ли не и по экспоненте как это делать вы даете какую-то полезную интересную плюшку вашим потенциальным подписчикам и они взамен делятся своим имейлом опять же примерно практике привожу есть вот у меня приятель блогер димок дмитрий глуполосов у него две цели первая цель это естественно сама пиар себя как личности в нашей среде и второй пиар своих продуктов то есть тех продуктов с которыми он выходит на рынок есть у него разные сервисы и так далее значит естественно ему нужна база подписчиков чтобы ей потом что-то аккуратненько так попродать что он делает он пишет книгу про конверсию про веб-аналитику книжка там 100 120 страниц читается достаточно легко просто с множеством практических примеров и говорит ребят книжка бесплатная все здорово только разменная валюта здесь не рубли ваш email ваша электронная почта подтвержденная электронная почта естественно люди говорят да ради бога на мой почтовый ящик только дай мне вот эту вот книжечку формате pdf заходит вот на этот сайт и делится своими имейлами значит я уже дмитрий спрашивал результат за первую неделю он собрал при помощи вот этой вот своей бесплатной условно бесплатной книжки около 1000 подписчиков за неделю подозреваю что если бы чуть больше в рекламу вложился то он мог бы собрать до 10 тысяч человек вот одним махом а если это еще и подставить на поток да и раздробить на кусочки то можно там себе базу подписчиков за год увеличить там кратно сильно кратно вот такая вот штука вот способ который мне особенно нравится он называется как его назвал здесь продажи друзей в чем его суть я буду рассказывать на примере сайта знакомств был у нас в свое время такой деятель интернет деятель в рунете который создал сервис мамба сайт знакомств звали его андрей андреев он в какой-то 2006 или седьмом году я уж точно не помню продал этот ресурс русскоязычный и на вырученные деньги решил сделать мировой общемировой сервис знакомств да у него был какой-то бюджет стартовый это понятно то есть но поскольку вы понимаете что сервис мировой то даже там десятка миллионов долларов бы не хватило на то чтобы все люди во всем мире узнали про его детище сайты знакомств это не социальные сети они не распространяются вирусным эффектом потому что это такая достаточно щекотливая тематика то есть многие скрывают что они сидят на сайтах знакомств а задача у него такая чтобы стать мировым лидером что он сделал он при сыграл на желаниях своих постоянных пользователей значит что такое знакомство знакомства это групповые операции всегда то есть мальчик или девочка неважно кстати абсолютно пишет там пяти сотням девочкам с предложением там привет познакомимся в лучшем случае там 50 100 девочек отвечают положительно что да давай познакомимся там с пятью с десятью он встречается с одной у него что-то там происходит свадьба там секс или еще что неважно соответственно есть такие знакомоголики на сайтах знакомств которые вот этими вот групповыми операциями постоянно пользуются то есть сидят и пишут 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 естественный их для того чтобы заработать сайты знакомств они должны на чем-то зарабатывать они как раз зарабатывают на вот этих знакомоголиках они говорят ребята если вы хотите общаться там сутки с более чем там 30 50 девушками будьте добры заплатите мне за это денежку доллар 5 долларов 10 неважно естественно часть пользователей возмещается и говорит почему мы должны за этот сервис какие-то деньги платить тогда создатель сайта знакомств баду говорит да ребят не вопрос можете вообще мне ничего не платить только сделайте одну процедуру хитрую пригласите пожалуйста я сейчас залезу в ваш почтовый ящик заберу ваши контакты email адреса ваших друзей а вы птичка отметите всех друзей которым вы готовы послать это приложение если таких друзей наберется около 30 человек и более я вам подарю бесплатную супер силу у него это называется суперсила это как раз вот некий вип-тариф который позволяет совершать групповые операции на сайтах знакомств вот представьте себе какой результат у этого сервиса 153 миллиона человек на данный момент по всему миру то есть эта цифра сопоставима с фейсбуком при этом фейсбук социальная сеть у него там под миллиард клиентов то бадуком я напоминаю это сайт знакомств то есть вот получается такая цепная реакция он приглашает 30 человек среди понятно что часть людей отваливается перестает пользоваться этим сайтом знакомств или вообще не переходит по ссылке но обязательно из этой тридцатки наберется какой-то вот то есть появится еще один знакомый голик который уже вот по цепочке будет заражать следующую партию друзей только уже своих вот такой вот способ его на самом деле много где можно применять пробуйте партнерская программа я уже говорил что вы должны найти ораторов так вот есть интересный момент если у вас действительно хороший продукт то ваши ораторы готовы делиться этим продуктом бесплатно вообще за это ничего не прося взамен но если вы начинаете их материально хоть чуть-чуть подстегивать то происходит просто бомбовый эффект мы его наблюдаем вообще во всех наших сервисах все у пульте опять же все этапе неважно где то есть есть возможность создавать партнерскую программу что пригласи друга получи процент с продаж или по пригласи друга и мы тебе заплатим денежку за регистрацию как все этапе это делается то есть способов масса даем этим оратором инструментарий флаги с которыми они ходят по всему интернету и кричат это могут быть партнерские ссылки которые можно будет вставлять там на форумах в подписях неважно где это могут быть виджеты разные там калькулятор доходности там или форма по заказу там авиабилетов это могут быть баннеры простые или флеш-баннеры неважно что то есть средства покричать про ваш продукт вот мы мы видим следующий эффект что у нас партнеры которых мы материально стимулируем они буквально взрывают интернет вот представьте себе что у нас их там несколько тысяч как всего пульте так и в сетапе и каждый из них придумывает свой изощренный способ как пошуметь и рассказать про наш продукт кто-то какие-то конкурсы проводит кто-то просто ну сидит на форумах и пишет и в подписи у него реклама нашего продукта то есть эффект сумасшедший на самом деле чуть ли не треть клиентов сетапа того же это как раз те люди которые пришли при помощи партнерской программы вот так вот еще один интересный момент это распространение при помощи инвайтов здесь еще обозвал это как сказать и принадлежностью калитарности пример я вам приведу классический это google все сервисы гугла выходят под грифом бета то есть это у нас сырой продукт и второе как они стараются распространяться они говорят что ребят вот мы вас все допустим но вы должны понимать что доступ к этому сервису только для избранных только для вас вот мы открыли вы себя ощущаете избранным у вас еще есть специальная формочка в настройках позови еще там пятерых своих друзей но не больше которых ты тоже считаешь избранными и вы как бы подчеркнуть свою элитарность вы отсылаете своим друзьям и говорите что вот зайди в google я вот и я принадлежу колите и ты тоже сейчас станешь элитно это в западном сегменте соответственно средства у нас здесь какой регистрация по приглашениям пример я приведу в рунете у нас по похожему принципу распространяются такие проекты например как сноу про тоже что туда нельзя попасть нельзя там комитет нельзя делать без приглашение от друзей хабра хабр тематическое айти сообщества где сидят огромная там армия программистов разработчиков и так далее там тоже вот это вот принадлежность к элите что я вот в этой тусовке при этом значит задача этих ресурсов она какая увеличить тираж чтобы увеличить свои рекламные расходы они говорят что они аккумулируют у себя рекламодателям говорят что они аккумулируют у себя какую некую элитную аудиторию в случае с нобом это бизнес в случае с хабра хабром это там айтишники платежеспособная аудитория и соответственно реклама на таких сервисах на таких сми на таких там порталах она продается естественно на ура как раз из-за ощущения того что вот здесь элита сидит тоже вот такой способ сарафанного радио экспорт контента я здесь буду рассказывать на примере seopult.tv но расскажу вам историю значит когда лет 10 назад там 12 я учился в институте и в поздних классах школы все мы занимались рок-музыкой то есть играли на гитарах там свои группы у нас были и так далее у нас естественно какое основное желание было желание прославиться мы приходили в рок-клубы мы мои друзья неважно и говорили что ребят нам нужно вот площадка для выступления рок-клуб поступал очень хитро они говорили ребят не вопрос мы вам даем сейчас аудитории только вот вам 100 билетов на распространение позовите всех своих друзей если зал битком заполнится при помощи ваших друзей то тогда мы вам дадим там час выступления рок-клуб такую же трюк проворачивал еще с пятью шестью рок-группами и соответственно что он получал в итоге вечер выступает пять групп собирается армия вот этих моих друзей или я как друг приходил слушал свои знакомых соответственно 500 там 700 человек в клубе все выпивка в клубе с выпит и сметина и так далее все счастливы то есть ребята получили свою долю внимания клуб получил выручку с выпивки с занятым их площадей и так далее к чему я все это рассказываю вот вам пример как раз телеканал все пульт тв значит канал про интернет-бизнес понятно что задача этого канала следующая первое это понятно что привлечь внимание всего рынка около айтишного рекламного и так далее и аккуратный пиар сервиса с его пульту ненавязчивый естественно нам первую очередь что важно охват мы делаем следующий трюк здесь по сути билетом вот этого рок-клуба является возможность расшарить контент видео со мной с моим участием для моих друзей то есть я иду я там какая-нибудь известная личность блогер неважно кто снимать на seo пульт его сам получаю какую-то передачу потом иду в свой блог и говорю ребят смотрите вот я только что тут на телевидении засветился соответственно мы даем такую возможность и нам мы поощряем всячески чтобы у нас этот контент воровали всяческим образом то есть чем больше тем лучше тем больше этого видео будет где-то снаружи тем нам выгоднее то же самое можно по такому же принцип распространять там к примеру mp3 чтобы его куда-то выкладывали там неважно на торрентах формата аудиокниг запихивали пытались это запихнуть в инфопродукт текст то же самое один в один вот сейчас в планах у seo пульт tv это уходить в айфоны в айпады в планшеты сделать rss подписку то есть всячески давать возможность чтобы люди вот распространяли растаскивали контент по всей сети вот примерно так еще один интересный момент прием сарафанного радио это так называемое вовлечение плюс выпуск пара что это такое я заметил следующую вещь что если фирма сервис или продукт начинает от своих пользователей прятаться не отвечать не вступать с ними в диалог то что я говорил в самом начале то это потом ей боком оборачивается почему потому что недовольный пользователь он все равно он с чувством неудовлетворенности он если мы не ответили в самом сервис он уходит куда-то к себе в блог на форум в социальную сеть и начинает вас там ругать и при этом то площадка то поле деятельности нам вообще никак не подконтрольно то есть вы не можете даже нормально в дискуссию вступить я часто тоже на это нарывался когда про мой сервис говорят какую-то гадость неправильно начиная дискутировать с блогером он просто берет и мои комментарии удаляет и все я не могу ему по не ехать же ему там по голове бить правильно то есть я потерял вот эту нить управления диалогом соответственно что я делаю я даю возможность на наших сервисах везде где только можно обругать нас то есть вот вам форум пожалуйста ругайтесь заводите вот вам блог вот вам форма обратной связи тоже ругайте материтесь вот вам группа в социальных сетях причем группа не односторонняя когда говорит как сказать сам владелец сервиса а еще можно самому зайти какое-то сообщение отправить обругать обматерить мы всячески это поощряем вот вот он значит человек поругал нас выпустил пар и все ему стало легче а если к я к нему еще пришел или моя там техподдержка пришла и решила как-то его проблему ли хотя бы ответил этому человеку то он превращается из недовольного клиента в оратор потому что ничего себе мне тут помогли сделали все как надо то есть он уже становится вашим защитником и уже сам потом начинает дискутировать вот в на этом же пространстве то есть если его проблему один раз решили кто-то приходит с похожей проблемой он говорит сделай вот так так же как вот минимум не тут там три дня назад подсказали то есть они становятся адептами еще один интересный момент это вовлечение в разработку мы это делаем например при помощи сервиса реформал там следующий момент пользователи высказывают свои идеи и сами же за них голосуют и мы просто идем по этому списку и по и в порядке очереди выполняем все идеи которые они нам предложили те идеи которые популярны среди наших пользователей соответственно вот здесь интересный эффект наблюдается что оказывается участники дискуссии участники разработки они начинают меньше критиковать то есть если он сам принял участие в разработке вот этого модуля программного то он уже не будет ругать и говорить что это плохо он же сам эту идею предложил сам примерно при подсказал как нам это реализовать мы реализовали все и когда кто-то приходит и говорит что это должно по-другому работать в дело вступает вот эти вот те самые наши последователи то есть они нам помогают защищаться от атак других пользователей вот поехали дальше приложение для соцсетей я буду здесь рассказывать на примере своих коллег по рынку пруферу рекрутинговое агентство значит у них основная задача это поиск талантов в сфере айти это и в сфере интернет-разработок интернет-маркетинга и так далее ниша достаточно специфическая у нас здесь наблюдается очень сильный дефицит кадров то есть не хватает ни программистов ни менеджеров никого ниша бурно развивается и ближайшее время этот дисбаланс я думаю лет пять еще будет точно сохраняться то есть как не хватало программистов так и не будет их хватать соответственно все сражаются за кадры прибегают при помощи помощи вот этих вот рекрутинговых агентств и они на этом делают бизнес что сделали эти ребята из пруфи они сделали приложение в социальной сети она называется пруфи фрэнс подписали на это приложение первую порцию друзей какой-то я один из первых подписавшихся когда видел вакансии этого агентства на своей стене в социальной сети я понимал что мне эти вакансии они конечно же не интересны я нормально трудоустроен там бизнес все хорошо но я понимал что у меня есть в моих друзьях люди которым действительно нужна эта работа и видел сообщение следующего характера например ищем менеджера по продажам за рекомендацию 1000 евро у меня вся процедура рекомендации занимала там я не знаю минуту я просто нажимал кнопочку и говорил вот этого моего приятеля попробуйте пособеседовать на эту вакансию и все если мой приятель подходил этому агентству как кандидат я потом ни с того ни сего получал вот эти приятные тысячи евро ничего сложного для меня при этом я же рынок чуть глубже знаю я общаюсь на конференциях мы вот сидим там пьем кофе на кофе брейках и делимся мнениями я вот эти вот тонкие настроения рынка я улавливаю я знаю что вот этому человеку сейчас не очень нравится на своем текущем месте ему там зарплата не устраивает вовремя не платит или еще что то и в тот момент когда я вижу вот эту вот вакансию и вспоминаю про своего недовольного друга все у меня все сходится и я свои 1000 евро тоже получаю значит что получилось пруфи похвасталась и выложила в открытый до 100 результаты деятельности вот этого своего приложения за первый месяц они установят достигли следующих цифр более 100 тысяч установок в социальных сетях в контакте facebook и по моему у них еще на айфонах есть это приложение оборот по этому приложению составил около двух миллионов рублей и за это время за месяц они смогли закрыть около 39 топ вакансий то есть не абы каких там программист а это какие-то старшие разработчики топ-менеджеры и так далее то есть очень очень непростые вакансии по которым иногда работает может длиться там несколько месяцев то есть представьте себе эффект мощнейший вот теперь прикиньте в каких отраслях подобное приложение можно применить я например вижу то же самое например на рынке аренды квартир то есть если подумать и по шевелить так сказать мозгами то можно что-то похожее соорудить вот в социальных сетях в этой нише копать есть куда значит образование еще один инструмент нас все время постоянно всех семинарах вебинарах спрашивают зачем вы делаете себе бесплатные вот эти вот вебинары всем зачем вы рынок там подрываете и так далее мы объясняем людям что ребята значит что у нас семинар это не наш бизнес мы не зарабатываем на этом ни копейки не хотим зарабатывать потому что смысла не видим наш бизнес это сервисы это автоматизация это роботы роботы соответственно цель следующая первая цель 1 мы которым преследуем это лояльность тех пользователей которые уже с нами но вторая не менее важная цель это аккуратный пиар своих продуктов на семинар не навязчивый соответственно инструментарий которые мы используем это семинары вебинары это создание книг это проведение конференции это почтовые рассылки то есть это информирование это образование отрасли соответственно что у нас получается у нас получается что мы у нас получилась армия за все это время около полумиллиона ораторов сайте себе то есть люди которым я не знаю раз в жизни сделали какую-то там приятную вещи научили чему-то на семинаре подсказали дали какую-то книжку полезную которая сильно поменяла бизнес наших клиентов и эти люди уже потом получив вот этот повод про который я вот в самом начале говорил они ходят по рынку и говорят что вот ты знаешь тут вот семинары проводят и вебинары тоже и так далее то есть вот армия у нас в этом плане она очень очень сильно очень нам лояльно и мы считаем что именно благодаря вам в том числе мы все больше и больше популярность наших сервисов имеем за это кстати вам спасибо соответственно большое вам спасибо я готов выслушать ваши вопросы если они есть она рада вопросы конечно же есть зрители слушатели очень активно реагируют эмоционально на твои реплики высказывания всем очень интересно пойду самого начала кто первый задал вопрос тот первым получит ответ и так через skype у нас спрашивают александр бесков хочу задать несколько вопросов правильно ли я понимаю про захват аккаунт в соцсети как идею того что можно кнопку поставить туда где на сайте стоит кнопка купить если да то что будет с теми посетителями у кого нет аккаунтов соцсетях смотрите тут палка о двух концах вот когда я вот на если вы зайдете на сайт издательства манованов фербер то вы поймете как у них это реализовано они не смешивают кнопку купить с кнопкой его мне нравится то есть они на какую-то секунду на 2 отвлекают мое внимание заставляет меня либо подписаться либо не подписаться и больше мне этот виджет ни разу не показывают то есть один раз и все не раздражая меня соответственно здесь не происходит смешивания да тут можно немножко расстроить потенциальных покупателей но это в долгую перспективу она выгоднее для них я понимаю зачем они это делают то есть одно дело один раз мне продать вот эту книжку нас в своем интернет-магазине а другое дело подписать меня на все новые книги то есть я в этом издательстве уже оставил не одну тысячу рублей понимаете не вот не за 300 рублей книжку купил здесь и сейчас а меня подписали то есть если я правильно понял вопрос нужно ли совмещать вот эту кнопочку мне нравится рядом с кнопкой купить наверное нет наверное надо какие-то другие способы придумывать там тот же вот этот вот всплывающий виджет во весь экран или сбоку не знаю уж как хотя с другой стороны с другой стороны надо экспериментировать то есть универсального рецепта нет и следующий вопрос от александра же где посмотреть по кнопкам кто меня лайкнул я в плюс один вижу человек 4 7 а как увидеть список всех кто нажал плюс один смотрите ну во первых есть специальные сервисы которые обсчитывают количество лайкнуша в той или иной социальной сети например это можно в google analytics и сделать значит этот счетчик там есть появились социальные функции там есть возможность посмотреть к а нужно посмотреть кто именно до нажать вот на эту циферку и вы увидите полный список людей которые вас лайкнули по крайней мере во вконтакте во фейсбуке я это вижу google плюс не проверял если честно но вообще у меня google плюс она с точки зрения вот сарафанного радио я думаю для рунета это практически не применимо то есть это не популярная социальная сеть у нас я бы этот виджет вообще бы не использовал а в вконтакте я вижу всех тех кто меня лайкнул всех моих подписчиков александр тебя благодарит за подробный ответ следующий вопрос который был задан на сайте кибермаркетинга у нас на самом деле до сих пор вы можете задавать вопросы системе дискус которая у нас прикручена под плеером пользователь с загадочным никнеймом 207721 спрашивает вопрос насчет лайков в контакте все же лучше использовать рассказать или мне нравится обе кнопки я уже на этот вопрос ответил то есть у это странно вообще на самом деле это не доработка логики разработчиков этой системы они должны были сделать так чтобы кнопка мне нравится делала автоматический пост на мою стену без дополнительных манипуляций они почему-то этот функционал зашили виджет рассказать кнопка мне нравится она просто дает сердечко и если я не нажал вот эту вот галочку по рассказать своим друзьям то мои друзья просто эту информацию не увидели то есть приходится использовать вот этот вот не очень красивый прием когда две кнопки рядом живут и рассказать им не нравится что же идем дальше сергей метрофанов опять-таки на сайте кибермаркетинга кибермаркетинга спрашивает по поводу лайков ничего не сказано твиттере хотя аудитория там очень активно и кнопки твиттера также обязательны для установки ну я пример приводил как раз когда в том случае когда у меня твиттер провалился я понял что наша целевая аудитория в твиттере просто не сидит при этом я могу сказать что тот же кибермаркетинг или тот даже в большей степени тот же seo пульт тв они как раз твиттер активно использовать ничего плохого не имею использовать если вы понимаете что в твиттере сидит ваша целевая аудитория то есть я считаю что вот социальных сетях в facebook и twitter перешла ну перешла вся например айти тусовка если вам есть что продать это эти тусовки то конечно надо twitter использовать если вы понимаете что у вас чуть другая целевая аудитория то ее в твиттере просто нет спасибо она следующий вопрос и снова на сайте кибермаркетинга задает бутуз 19 можно как-нибудь поподробнее узнать о продаже друзей заходите на сайт badu.com регистрируйтесь мальчиком и девочкой сидите недельки две вы все поймете как это все устроено то есть мы сейчас тоже разрабатываем сервис знакомств глобальный и мы как раз сидим и изучаем всю вот эту механику там на самом деле сайты знакомств это законодатели мод в той же я не знаю интернет маркетинге также как например порно сайты то есть вот все самое интересное самое веселое придумано как раз вот этими ребятами очень интересные механики то есть я каждый раз смотрю каждый раз поражаюсь как там все устроено то есть вот подробности это надо пощупать надо смотреть как это устроено скайпе на спрашивает даша можно ли в социальных сетях а может ли в социальных сетях возможность выругаться негативно повлиять на имидж компании например на рынке страховых услуг отзывы недовольных клиентов понимаете у вас если вы ведете какую-то из во первых есть у вас качественный продукт вы сами в нем уверены сами им пользуетесь то какое бы ругательство на вас не попало вы все равно придумаете как вырулить так или иначе самый знаете как очень простой способ если вас обругали решите проблему клиента и все то есть смотрите как я делаю у нас есть например все этапе пиарщик который сидит и выслеживает отзывы в социальных сетях у него нет никакой глобальной аналитики что нас обматерило 100 человек похвалила 50 человек его задача как только он увидел негатив решить проблему клиента если он увидел позитив поблагодарить клиента все то есть прям идет и а бояться того чтобы вас там ругают нет не надо надо вступать диалог и снова на сайте кибермаркетинг нас спрашивают если скажем тематика интернет-магазина узконаправленно пишет нам александр интим шоп как продвигать его ведь люди стараются скрыть свои покупки подобном магазине очень просто я опять же я вам обратите свое внимание на индустрию того же порно представьте себе как им сложно продвигать свою продукцию при этом я могу сказать что обороты порно индустрии они превышают весь там интернет вместе взяты значит именно в порно индустрии появилась например партнерские программы то есть когда вы берете и вот эту вот рекламу перекладываете на плечи ваших вот этих вот ораторов то есть говорите ребят продать мне вот вот это вот устройство скажем так и я тебе дам 15 процентов с продаж и все они уже сами придумают как делать то есть один из способов партнерские программы если разобраться то потом можно еще так сказать что-то придумать так навскидку не могу сказать сергей холоднов или холоднов уж не знаю как skype ударение не ставят задают интересный очень вопрос email рассылки лучше делать с почты сайта под банный попадем смотрите я вам рекомендую если вы совсем не понимаете как правильно рассылать массовые почтовые рассылки идти в сервисы которые профессионально эту услугу оказывают есть такие сервисы например юни сендер есть такой сервис и есть сервис mailchimp они предлагают за небольшую денежку особенно если у вас небольшая база подписчиков там до нескольких тысяч человек для вас это будет просто в копейке все вот эту вот заботу о рассылках они берут на себя единственный момент вы должны очень важный момент вы ни в коем случае не должны путать почтовые рассылки со спамом это абсолютно разные вещи то есть я рассказываю про email маркетинг это когда мы людям даем что-то полезное в этом почту не не а какие-то анонсы и скидки о ваших товарах и услугах чему-то учим людей забавляем смешим не знаю что то есть думать надо каждый раз и взамен напоминаем о себе то есть если вы не профессионал если вы не профессионал то идите и в специальные сервисы которые занимаются вот этим вот email маркетингом что это пока копейки анар спасибо большое тебе за ответ вопроса продолжают сыпаться один за другим видимо наши зрители поняли что в скорости вебинар будет завершён и спешат спешат тебе задать вопросы друзья не переживайте анар у нас не в последний раз в эфире но тем не менее несколько вопросов мы еще можем ему задать итак скайпе спрашивает эмин бахшалиев по поводу лайка вконтакте можно ли изменить текст виджета если такая возможность спрашиваю сомневаясь да это текстом виджета можно управлять во вконтакте если я не ошибаюсь это кстати один из клиентов сетапа напишите мне в почту или в личку я расскажу как это сделал а вот аркус через skype задает нам вопрос что вы можете сказать о сервисах сарафан про и со скидка есть ли опыт или слухи вообще ничего не могу сказать первый раз про них слышу если честно ну вот извините тоже аркус я думаю что она посмотрит эти сервисы потестирует их возможно если у нас будет сходная тема семинара то в следующий раз мы разберем в том числе и подобные сервисы так людмила нас спрашивает на сайте кибермаркетинг а почему вы разрабатываете сайт знакомств они социальную сеть но людмила это тема несколько далека от почему я отвечу у нас просто душа больше лежит к этому интересней там там все гораздо интереснее ну нам так кажется нам нравится понимаете нам нравится удовлетворять какие-то там узкие потребности они браться за что-то там глобальное если вот про это вот ну просто душа к этому лежит и все примерно так аркус благодарит тебя за ответ еще друзья пара вопросов буквально потому что у нас несколько затягивается часть раздачи слонов лирический вопрос а вы продолжаете ру карьеру поигрываете только ночью в наушниках скромно сам с собой то есть елена симченко в дискуссе на кибермаркетинге спрашивает а как узнать если моя аудитория в твиттере попытаться ее там половить то есть я по я изначально когда я думал что ну то есть вот в сетапом выходил на рынок я думал что в твиттере моя аудитория тоже есть а потом просто половив и проанализировав том же google analytics и вообще сколько у меня клиентов было из твиттера а это можно проследить количество регистрации хотя бы я пришел к выводу что там ну просто их нет совсем нет хотя активность я там бил так или иначе и еще вопрос критический просто человек который его задал задает его везде ну что же она р ответим вот очень интересно вы за аккуратный пиар сиапольта поощряйте критику но ведь оперативность отображения позиции сайта в нем очень хромает что скажете но я могу от тебя заказать николя что я этого не замечал она может быть ответить со своей стороны оперативность отображение позиции сайта в нем вся был это на уровне техподдержки это решается то ну то есть я не знаю как я всегда считал что сего пульт снимает позиции достаточно если про съем позиции идет речь а не про скорость вывода сайт на первые места то тут как раз сего пульта он один из самых шустрых на рынке по моему мнению в общем николя мы ответили на ваш критический вопрос действительно обращайтесь всех поддержку она у нас очень оперативная ну что же друзья еще остался ряд вопросов но все-таки на все 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 она ответить не может на самое интересное мы ответили вы можете нам вопросы задавать через социальные сети через email вебинар у нас проходит буквально таки каждую среду вебинары совместный организованный кибермаркетинг и сиапуль тв в нашей студии и анар бабаев руководитель сервиса сетап ru у нас еще неоднократно появится через несколько дней максимум через неделю мы выложим как на сайте сиапуль тв так и скорее всего раньше на кибермаркетинг ru полную версию вебинара хорошо смонтированную без подвисания трансляции который может быть у кого-то были хотя насколько мы понимаем по своим замерам по своему анализу все было в порядке вы сможете познакомиться с этим видео и задать под ним опять-таки дополнительные вопросы постараемся удовлетворить ваше любопытство она если тебе есть что еще добавить то добавляй и мы закругляемся коллеги спасибо вам что послушали этот вебинар на самом деле я сейчас начинаю вот этим семинаром вот этой темы цикл вебинаров по разработке сайтов по юзабилити по созданию сайтов то есть у меня я буду стараться давать ту информацию которую мы не даем на наших очных семинаров чтобы не повторяться и каждый раз это вебинары будут на совершенно новую тему не изученную то есть этот формат нам самим очень нравится то есть мы будем стараться я думаю что в инициатива хорошая у нас должно получиться ну что же онар большое тебе спасибо это был семинар вебинар анара бабаева на тему сарафанного радио сарафанного маркетинга продуктов и сервисов в интернете в вебе он будет доступен примерно через неделю на сайтах сиапуль тв и кибер маркетинг наши вебинары полностью бесплатны вы можете посмотреть их из любого уголка россии и не только россии вне зависимости от того в какой точке мира вы находитесь приходите к нам каждую среду на сайт кибер маркетинг ру зарегистрироваться на вебинар очень просто это можно сделать как до начала трансляции так и в процессе нее ну что же до встречи в следующую среду в час мы всегда будем стартовать в час всего доброго оставайтесь с нами